Добрый день, этот материал адресован всем, кто проявляет интерес к недвижимости Канады. Вы можете быть агентом риэлторской компании или просто частным лицом, это не имеет никакого значения. Меня зовут Сергей Ягудин, я канадский риэлтор, проживаю уже много лет в Канаде, в пригороде Торонто и почти столько же лет работаю с канадской недвижимостью. Ежемесячно я получаю немало вопросов от граждан России, Украины, Казахстана, Беларуси, всех других стран СНГ, а также жителей других стран. Вопросы эти часто повторяются, и мне показалось полезным сделать видео, которое многим прояснит ситуацию. Итак, наиболее частый вопрос, какую недвижимость в Канаде вы как риэлтор можете нам предложить? Ответ абсолютно любую из той, которая продается на данный момент. Почему возникает этот вопрос, мне в общем-то понятно. Во многих странах работа с недвижимостью устроена иначе, и зачастую риэлтор может предложить лишь то, что продает он сам или его компания, скажем, 30-40-50 вариантов. Если вас как клиента ничего не устроило из того, что вам предлагают, то вам, видимо, нужно идти в другую компанию, чтобы посмотреть, что продают в свою очередь они. В Канаде все устроено иначе. Вся продаваемая недвижимость, какое бы агентство ее ни продавало, выводится в единую базу данных, в которую имеет доступ любой лицензированный риэлтор. Да, именно так. В Канаде операция с недвижимостью может осуществлять только профессиональный риэлтор, обладающий специальной государственной лицензией на подобную деятельность. Исключение из правил составляет лишь случай, если частное лицо покупает жилье для себя лично или продает свое собственное жилье. Теперь вернемся к базе данных продаваемой недвижимости. Как я уже сказал, вся недвижимость, за довольно редким исключением, всегда включена в единую риэлторскую базу данных. Проще говоря, чтобы посмотреть все, что продается на рынке, вам не нужно ходить из одной компании в другую, и абсолютно любой профессиональный риэлтор сможет показать вам любую недвижимость. Такая база данных у нас называется МЛС, что на английском в полном ее варианте звучит как Multiple Listing Service. Следующий частый вопрос, сколько стоят услуги канадского риэлтора, если я хочу, скажем, приобрести канадскую недвижимость? В подавляющем большинстве случаев услуги риэлтора, помогающие вам приобрести недвижимость, вам ничего не стоят, так как этот сервис включен в цену недвижимости и оплачивается продавцом. Опять же, исключение из этого правила лишь составляет случай, если вы пытаетесь приобрести недвижимость, которую человек продает частно, и когда он не хочет пользоваться услугами риэлторов. Если вы все же хотите заключать такую сделку с риэлтором, то либо агенту нужно будет договариваться с продавцом на оплату его услуг, что часто и происходит, либо вам придется оплачивать услуги вашего агента. Стоит сказать, что в реалии такое случается очень редко, так как порядка 90% всей недвижимости у нас продается обычно риэлторскими компаниями. Следующий вопрос. Можно ли частному лицу взглянуть на образцы продаваемой в Канаде недвижимости и увидеть самому все, что продается в данный текущий момент? Да, конечно. Причем вы можете пойти двумя путями. Первый – объяснить риэлтору, допустим, скажем мне, что вас интересует, и я подберу вам варианты и отправлю вам их электронно на вашу почту. Второй вариант. Доступ к продаваемой недвижимости у нас открыт для всех желающих, и каждый может посмотреть все ее варианты самостоятельно. Вам достаточно лишь набрать в интернете в браузере www.mls.ca. Я сделаю отдельное видео, подробно разъясняющее, как зайти в эту систему и как посмотреть все, что вас там интересует. Таким образом вы можете сами смотреть все, что продается на рынке. В связи с этим очень часто люди, особенно свежие в стране, задают следующий вопрос. Зачем тогда нужны риэлторы, если всю недвижимость можно посмотреть и выбрать самим? И зачем тогда мне, канадскому профессиональному риэлтору, объяснять вам, как без моей помощи зайти в базу данных недвижимости и посмотреть все самому? Дело в том, что база данных недвижимости никакой тайны у нас, как вы теперь уже знаете, не является. Я коротко поясню, почему люди покупают всегда с риэлтором, несмотря на то, что информация о продаваемой недвижимости доступна всем. Во-первых, в Канаде настолько большое количество и настолько велико разнообразие продаваемой недвижимости, что без профессионала за спиной в ней крайне сложно самому разобраться. Люди, живущие в Канаде по многу лет или рожденные в стране, практически всегда пользуются услугами риэлтора. Для вновь прибывающих в страну заниматься вопросами недвижимости самостоятельно, на мой взгляд, практически нереально вообще. Во-вторых, процесс покупки и продажи жилья у нас это довольно сложный технический и юридический процесс, в котором нужно обладать довольно многими важными специальными знаниями и доступны они лишь, конечно, специалистам. В-третьих, риэлтор обладает набором инструментов, которыми не может обладать человек, не связанный с недвижимостью. Ну, скажем, например, вы покупаете дом, который предлагается, допустим, за 500 тысяч долларов. Как узнать частному лицу, что стоимость этого дома соответствует этой цене, а не составляет, скажем, 450 тысяч долларов? Вы ведь не хотите переплатить 50 тысяч долларов просто по незнанию, так ведь? В-четвертых, как я уже говорил, услуги риэлтора покупатель не оплачивает вообще, и как бы в чем тогда смысл отказываться от услуг опытного профессионала, которому вам не нужно ничего платить, но которая проведет вас при этом мимо всех подводных камней? Пятое, опытный профессионал, как никто другой знает, как вести переговоры в вашу пользу с продавцом, чтобы успешно понизить цену для вас или, наоборот, подобрать вам самый лучший дом на рынке, даже если он достанется вам недешево. Очень часто прекрасный дом стоит того, чтобы за него бороться и купить его даже дороже. Шестой момент. Не стоит забывать, что риэлтор обычно выступает в определенном смысле в качестве генерального менеджера по вашей сделке. Он координирует все элементы сделки, например, проведение технической инспекции строения дома, или ваше взаимоотношение с банком или специалистом по кредитованию, с адвокатом, который будет оформлять для вас передачу собственности и многое-многое другое. Как видите, нет никакого смысла пытаться повесить на себя все эти заботы, если это автоматически делает за вас ваш агент. Следующий частый вопрос. Если я приехал в Канаду, то каким образом я могу купить недвижимость в смысле финансов? У вас есть несколько опций. Если вы человек, не имеющий статуса постоянного проживания в стране и хотите приобрести недвижимость в Канаде, то вы можете купить ее, внеся лишь 50% от суммы ее стоимости. На остальную сумму Канадский банк вам предложит выгодный кредит. Ставки кредитования Канадских банков в данный момент очень низкие и колеблются примерно от 2 до 5% годовых, в зависимости от того, какой процент, какой кредит вы выбираете. Никаких особых трудностей с таким финансированием обычно не бывает. Ну и понятно, что если вы готовы проплатить всю стоимость недвижимости без кредита, то проблем не может быть тем более. Если вы приехали в Канаду на постоянное место жительства, то для вас взнос на покупку будет составлять лишь 35% от стоимости недвижимости. При этом для банка не будет иметь значения, если вы еще не трудоустроены, не имеете пока доходов и не обладаете кредитной историей. Я продолжу отвечать в следующем своем видео разделе на другие часто задаваемые мне вопросы, так что смотрите продолжение в других частях. А для тех, кто хочет со мной связаться и задать конкретные вопросы лично по вашей ситуации, я скажу, как вы можете это сделать. Вы можете мне позвонить на мой мобильный телефон в Канаде 1-416-999-5777. Вы также можете прислать мне электронное письмо на мой адрес goodinhomes.gmail.com. Или вы можете связаться со мной по скайпу Сергей Гудин. При звонках по телефону и по скайпу просьба лишь учитывать разницу во времени. С Москвой, к примеру, она у нас составляет 8 часов. Я буду рад ответить на все ваши вопросы. Спасибо.